Ольга из посёлка Мотыгина спрашивает. Я одна ухаживала за больной мамой. Имеет ли право на долю наследства моя сестра? Как бы несправедливо вам это ни казалось, однако в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, вы и ваша сестра являетесь наследниками первой очереди. Таким образом, если совещание не будет составлено, которым ваша мама своим свободным волеизъявлением определит в вашем лице единственного и полноправного наследника, то в случае открытия наследства ваша сестра наряду с вами будет вправе наследовать наследственное имущество в равных долях. Карина из Красноярска интересуется. Моя подруга сирота. Колледж выплачивает ей пенсию по потере кормильца. Так получилось, что подруга не посещала учебное заведение два месяца. Может ли колледж потребовать вернуть деньги за эти два месяца обратно? Вам не о чем беспокоиться. Пока ваша подруга официально является студенткой этого учебного заведения и приказ об ее отчислении не подписан, то денежные средства, выплаченные в качестве стипендии, возврату не подлежат. Однако в случае, если отчисление все-таки произойдет, я советую незамедлительно уведомить орган социальной защиты населения и ни в коем случае не обналичивать денежные средства, поступленные на ее расчетный счет в качестве стипендии. Так как вот такие действия уже после отчисления могут органами государственной власти расцениваться как незаконными, что даже может повлечь привлечение к уголовной ответственности. Наталья из Красноярска спрашивает. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России.